всем привет снова на канале moto 46 сегодня я предлагаю послушать рассказ про мой из юпитер 5 переходной 1988 года выпуска который приобрел несколькими годами ранее приобрел его случайно приобрел очень дешево всего за 5000 рублей он с документами с коляской на нем установлен новый двигатель прежний хозяин царство ему небесное установил новый двигатель также снимать отдали старый двигатель и вот в таком виде он достался мне вид у него вполне очень даже хороший такой вид редко где встретишь это вымирающий вид ежей ежепитер 5 переходной переходочка значит поставил его на себя на учет плачу налоги как за все остальные мотоциклы плачу страховку техосмотр делаю ну вот такой мотоцикл сегодня у нас крещение праздник крещения поздравляю вас с этим праздником великим и связи с этим решил показать вам мотоцикл и заодно прокатиться на нем на этот мотоцикл я установил вот такой щиток ранее он был более широкий я его потом доработал отпилил это щиток от квадроцикла стелс 500 по моему модель стелс 500 такой щиточек установил кофр придумал такую багажную систему для крепления кофра но учета мне сейчас свете моего восприятия мотоцикла я думаю что все это надо будет снять и выбросить выбросить далекий угол куда-нибудь двигатель здесь меняный свежий новый широкой цепью с универсальными головками головки универсальные это когда головки левую головку можно на правую на правый цилиндр поставить и правую головку на левый цилиндр то есть взаимозаменяемые головы отличаются не тем что у них вот с обоих сторон вот такой вот скос многие люди видео писали что у меня головки на этом мотоцикле стоят как бы неправильно задом наперед потому что здесь вот зазор больше но они уже не учитывали что зазор здесь меньше только потому что здесь ребра цилиндров загнуты вверх вот поэтому зазор здесь меньше здесь больше а на самом деле головка что здесь загнута вверх одинаково что с этой стороны точно также она загнута вверх и если развернуть еще здесь в этих головках универсальных здесь прорези под шпильки сделаны такие не они просто отверстие круглые они продолговатые для того чтобы ставить ее эту головку например на ту сторону ту на эту потому что как бы ответствие цилиндра относительно передних задних шпилек не не посередине этих расположения этих шпилек а смещено в одну из сторон поэтому на обычных обычные головы на юпитерах поменять левую с правой нет возможности так что вот такую его рассказ я вам рассказал вы стали немножко богаче таким знанием вот вот такой мотоцикл прекрасной форма содержания редко такой встретишь очень приятные в управлении очень приятный в пользование легкого обслуживания приятный динамичный экономичный в общем отвечает всем заявленным характеристикам и требованиям завода завода изготовителя которого уже не существует так сказать в природе вот на этом мотоцикле также поменял вот ручки grips вот они служат тоже такие как новые вообще хорошие вот вообще прекрасные азу и чтоб все хорошо прям получается у тебя здесь вот спидометр вот показывает тут уже 6 почти что больше даже по около семи тысяч километров проехал мотоцикл и он очень хороший хороший резина стоит тут практически новая вообще резина спицы тут все в колесах подшипники они крутятся вот так вращаются никаких восьмерок биений ровный хром кругом вот все хорошо но но есть одно но этот мотоцикл заставляет себя любить я не знаю что с этим делать я страдаю я страдаю очень сильно страдаю мне приходится идти на поводу этого мотоцикла и я его люблю это мотоцикл мотоцикл вещь мечта красавец мотоцикл и сейчас мы на этом мотоцикле с вами про прокатимся 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 по дорогам общего пользования туда-сюда назад проедемся молча молча проедемся посмотрим как он едет послушаем работу двигателя работу трансмиссии заодно оценим нужно ли вмешательство здесь рулевые подшипники может быть поставим сюда конечку ближайшее время если вдруг там что как это я уже проверю без вас потому что как бы вот так все ребят поехали а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...